В эфире Весник Северодвинска и мы продолжаем. Главный герой не профессиональный актер из глубинки Архангельской области, но фильм удостоился Серебряного льва на Венецианском кинофестивале. Накануне жители столицы Поморья впервые посмотрели фильм «Белые ночи» почтальон Алексея Трепицына на большом экране. В кинотеатр «Русь» прибыл и сам почтальон, и режиссер картины Андрей Кончаловский. Мы желаем за лучшую режиссерскую работу Андрея Сергеевича Кончаловского. Здесь все как на премьере голливудского фильма. Правда, картины о сельской жизни простых людей и на ковровой дорожке встречают актеров и режиссеров столицы Поморья. Накануне в Архангельске состоялась премьера фильма «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. В отличие от телевизионного показа на Первом канале, в столице региона была представлена полная версия картины. Журналистом режиссер Андрей Кончаловский признался, на главную роль отсмотрел сотни почтальонов, но Трепицын зацепил сразу. «Когда я увидел Трепицына, он мне показался таким спокойным, позитивным, мудрым человеком, вот то, что русскому человеку свойственны, типа Василия Теркина, знаете, мудрый человек, с которым легче любые трудности пережить. Раз, во-вторых, у него чувство юмора прекрасное». На премьеру фильма приехали и главные герои. Сам Алексей Трепицын, профессиональная актриса Ирина Ермолова, а также самый юный актер Тимур Бондаренко. Мальчик впервые увидел жизнь деревни изнутри. «Было достаточно очень интересно, необычно и познавательно для меня. Особенно, когда я увидел ракету. Это было потрясающее зрелище». А вот главный герой картины, он же почтальон деревни Косицына, признался, с первого просмотра не разобрался в смысле. Впрочем, мнение выразил. Фильм о вымирании деревни и ее безнадежном будущем. «В центре там все есть. Школа есть, садик есть, ментпункт есть, рабочие места там тоже не акти. А у нас вообще этого ничего нет, где мы живем. Эти все деревни. Раньше там школу на теплоход садилось 60 человек, сейчас нет одного человека, не идет. Так в деревнях, то еще наше поколение, и все там некому жить будет в этих 20 деревнях». Картина, рассказывающая о деревне, оторванной от большого мира, о традиционном укладе жизни северной глубинки и взаимоотношениях людей снималась в 2013 году в Кинозерском национальном парке в Плесецке и Мирном. Изначально режиссер планировал сделать документальный фильм, но в процессе работы над материалом поменял свой замысел. «Я могу вам сказать так, фильм позитивный. Он говорит о том, что несмотря ни на что, это в моем, конечно же, субъективном понимании, Россия есть, она богата своей деревней, богата своим диапазоном от этой сложной, непростой обстановки в маленьком селении и до летящей вверх великолепной ракеты». Алексей Треписан внезапно обрушившуюся популярность воспринимает с юмором, говорит, не успевает ездить на центральные телеканалы. Поэтому после участия в «Модном приговоре» и «Вечернем Урганте» почтальон отказал программе «Давай поженимся». Впрочем, предложение сниматься в кино и дальше не отклонил бы. «А кем больше понравилось быть? Кем больше нравится быть актером или почтальоном?» «Рам, наверное. Почтальон, надоело уже мне». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова